итак всем добрый вечер сегодня сегодня мы будем да это мой ноутбук это мой рабочий стол собственно сегодня мы будем осматривать сегодня я буду делать обзор на новую мышку мышку от компании microsoft который называется microsoft touch mouse вот она вот она сегодня она ко мне приехала сегодня мне доставили значит что свою представляет это девайси на это девайса приставляет собой сенсорную мышку то есть в каком плане сенсорную сенсорную беспроводную мышку то есть покрытие покрытие этой мышки представляет собой и своего рода тачпад как у ноутбука то есть по ней не обязательно нужно тыкать пальцем по ней можно просто пальцем ладненько водить вот она в такой вот чудесной коробочке с иллюстрациями. Коробка действительно очень качественная. Очень красиво все сделано Microsoft. Молодцы, постарались. Итак, ее нужно теперь, наверное, распечатать. Но сейчас мы это все немножечко подвинем и как-то попытаемся распечатать. Вот знать бы еще, как ее распечатать. Так. Сейчас нужен нож. Сейчас мы возьмем нож и распечатаем ее. Так. Что-то она не очень-то... Ага, вот есть. Так. И вот здесь. Точно так же так, надеюсь, вам все видно. Та-да-да-дам. Итак. Эх, жаль, что дива нету. Значит. Теперь все, что необходимо, это оба. Оба-на, подняли. Вот такая вот крышечка. А вот, собственно, мышь. Но мышь, она привязана к этой штуке. Тут какая-то такая интересная система. Вот показано, что нужно поднять. Оторвать эту штуку у нас над углом 45 градусов. Ага. Вот оно. Извините, я немножко засмотрелся. То есть... Ага. Хорошо. Сейчас попробуем сделать, как здесь сказано. Ну, хорошо. Эта шняга отлетела. А... А вот это не очень да и спешит отлетать-то. Ага. Понял. Кажется. Вот так вот. Так. А далее, походу, нужно... Надеюсь, я ничего не сломал. Вот она. Вот так вот собой представляет Microsoft Touch Mouse. Ну, это она в разобранном виде. Что мы еще тут здесь видим? Здесь мы видим... Угу. Давайте мы... Простите, так, дрожит камера, просто одной рукой невозможно все делать. Так, давайте мы распакуем. Попытаемся достать вот эту вот шнягу. Так, здесь мы видим... Опа! Да. Как вы уже, наверное, раньше заметили, две пальчиковые батарейки формы АА. Это отлично, потому что от этого мышь будет тяжелой. и тоже очень хорошо, что батарейки Dura-Sale в комплекте идут. Значит, менять их, наверное, придется спустя год. Может, больше. Не знаю. Так, это у нас... Ух ты ж, ёлки, какой маленький компактный адаптер. Ну, и крышка. Вот крышечка. И так, здесь у нас идёт какой-то шнур. Шнур этот... Ух ты ж, ёлка, а зачем этот шнур? Вы знаете, я даже без понятия, зачем этот шнур. Нужно почитать будет инструкции. Собственно, инструкция. Ага, ага, ух ты ж, ёлки-палки. Это такой вот конвертик. Всё в таком красивом, миленьком конвертике идёт. Так, хорошо. Сейчас мы посмотрим, что в этом конвертике. Так, в этом конвертике у нас вот такая вот наклеечка какая-то. Мы это всё трогать не будем, посмотрим потом. Так, жаль, не, блин, какого-то ассистента. Это у нас какая-то бумажка Microsoft, бла-бла-бла. Хорошо. Это руководство, какой-то это технические спецификации, руководство пользователя. Да, здесь в основном всё о её технических параметрах описывается. на нескольких языках. Ну, а это, собственно, инструкция. Инструкция, как мы видим, она не русифицирована, потому что мышь, собственно, у нас не продаётся легальным методом. Вот, неважно. Ага, вот это вот шнурочек, вот этот, который я достал. это для того, чтобы подключать эту мышь к обычному компьютеру. Только зачем? Как будто нельзя просто адаптер вставить в простой компьютер, но неважно. Итак, здесь мы имеем также спецификации, инструкции, что, куда, как делать. в общем, смысла её читать особого я не вижу. Вот. А вот жесты, это, пожалуй, очень такая и нужная штука, потому что эта мышь в основном работает чисто от жестов. Вот это мы почитаем потом. Здесь, если я правильно понял, до 7 разных вариаций жестов по заявленному, ведь эта мышь сделана специально для Windows 7 и ни с одной и другой операционной системой она работать просто-напросто не будет. Так, такое вот руководство пользователя. Языков реально много, но русского нету, что немножечко удручает, обидно. Но это не важно. Собственно, достаточно хотя бы базово знать английский язык и вы всё сможете понять. да, отлично, давайте всё это мы сложим и, наверное, меня уже распирает, я уже очень сильно хочу попробовать подключить эту мышь к компьютеру. Для начала нужно, для начала нужно, для начала нужно камеру поставить на более высокую поверхность. Сейчас. Так, собрал тут немножко всяких не, ладно, это через чур. Ну, SQL сервер. Думаю, нормально. итак, давайте подвинем так вот всё, чтобы было хорошо. Мышь. Значит, берём батареечки, берём наш чудо-ножик, так, пытаемся распечатать. Да, это действительно классно, что батарейки формата АА, две штуки, и плюс они Duracell, ведь Duracell они, он и протеует до 10-ти разив дольше. Итак, плюс-минус туда, плюс вот сюда. Вот, как мы видим, она уже загорелась, то есть она походу работает от одной батарейки, но это не важно, нам нужно две. Так, и запираем, запираем её вот так. Итак, что мы видим, это выключатель, включатель, сюда мы можем спрятать наш микроадаптер, это для удобной транспортировки, хотя, если учесть, что в основном мышь предназначена для ноутбука, то ого, здесь даже есть датчик разряда батарейки, если учесть, что данная мышь больше подходит для ноутбука, то если вы будете прятать свой ноутбук в сумку, то смысла особого вынимать оттуда адаптер нет, ну, не знаю, это, наверное, дело каждого, и тут я вам не учитель, давайте посмотрим, давайте посмотрим, что нам, какую песню нам запоёт ноутбук, я вставляю этот адаптер в свой USB-порт что-то не очень он стремится вставляться как же тебе, дорогой, вставить-то, а? вставил итак, что мы видим поиск драйверов драйвера устанавливается автоматически давайте мы тачпадом наведём сюда посмотрим детали Microsoft Nano Transceiver итак, оно по идее автоматически скачивает драйвера с нужного ресурса ну, это и славно и сейчас по идее должен быть мувик короткий коротенький мувик какой-то дайте я подставлю так, чтобы всё было видно чтобы вы не пропустили ни одной детали ага, оно скачивает и устанавливает скоро-скоро оно всё будет готово а ну-ка во! супер! она уже работает тададада ну как-то непривычно давайте сейчас сделаем рестарт а пока мы ещё раз полюбуемся нашей мышкой вот такая она она у у неё лазерный сенсор не оптический а лазерный соответственно она может работать на любых поверхностях вплоть до стекла по любых ровных неровных что есть очень удобно если допустим вы любите в нестандартных местах работать или допустим вы лежебока и также любите в постели работать просто просто мышь под одеялой и там можно ездить это здорово вот такая вот мышка радует что она сравнительно солидный вес имеет так как это удобно я лично от себя скажу что я не очень переношу легкие мышки это малость неудобно кстати приготовим наше руководство эксплуатации чтобы посмотреть какие же жесты понимает наш microsoft touch mouse неужели она настолько умная как говорится в рекламе сейчас узнаем так добро пожаловать так мне здесь нужно отпечаток пальца мой да да отлично это хорошо что все появилось и так мышь очень приятная на ощупь что самое что меня по-настоящему радует что ощущается ее вес и ощущает и есть то что можно положить свободно руку всю мышь ложится во всю ладонь очень удобно по-настоящему удобно при этом она небольшая и так поверхность поверхность у нее даже не знаю как вам сказать довольно-таки опа вот сейчас мы видим что скачивается драйвер на мышку сам сам скачивает себя сам соответственно у себя устанавливает наверное да ну ладно пусть он это сделает мы ему не будем мешать сначала сначала дождемся окончания всех операций а потом продолжим тест мышонка скорость у меня увы здесь небольшая но что поделать для общежития пойдет и так в целом Microsoft действительно порадовали не думал что они все смогут так красиво запаковать все настолько качественно и четко сделать но это уже не важно сейчас они действительно набирают обороты так и еще разик я смотрю какие он понимает жесты средняя кнопка так туда-сюда листать двумя пальцами и тремя пальцами ладно разберемся все это все я прячу драйвер как-то долго скачивается или устанавливается не знаю что он делает но может это как-то действительно связано с тем что у меня скорость не самая высокая неважно ладно мы все же дождемся иначе ведь быть не может дождемся так все все мы сейчас красиво запакуем здесь здесь как мы можем наблюдать также есть некоторые примеры работы некоторые жесты возможные иначе все это вещи для себя понял наверняка одну то что скупиться на интернет не стоит потому что весь кайф от работы теряется все больше такую ошибку я не допущу так одеваем одеваем наш наш коробочку нашу все теперь она такая же красивая как и была так вот такой вот мышонок не все таки действительно интересно сколько же будет работать она от батарейки сколько же можно будет их не менять как мы видим здесь лазер здесь лазер просто светит если его не трогать он гаснет если же по нем провести он активируется то есть моментальная реакция и все очень быстро так мы принимаем условия рецензионных соглашений конечно периодически просматривать новые версии разрешить microsoft ага коллекса информации хорошо пожалуйста дальше итак пусть устанавливает длинный длинный немножко обзор получается но ничего может я его порежу потом при монтаже а может вообще не буду монтаж делать не знаю посмотрим в общем так устанавливаем регистрироваться онлайн сейчас а есть ли смысл финиш итак все якобы а сейчас должен появиться ролик вступительный по-моему ваша мышка готова к использованию оба на нажимаем вот она так хорошо так чё здесь это делать надо да действительно ролик есть какая рука держит мышу правая рука держит мышу так три пальца чтобы смотреть все окна признаюсь ага неправильно признаюсь немножко нужно будет привыкать к ней try again ой оба вот оно чё ага то есть здесь можно автоматически сразу же все настроить под себя и все попробовать то есть это да это здорово три пальца вниз неправильно вот оно а ну-ка ещё раз оба ясно хорошо дальше два пальца чтобы увеличить окно чтобы уменьшить окно соответственно нужно двумя пальцами вниз правильно правильно бог ты мой до чего техника дошла то а это мы можем двумя пальцами ещё оказывается окошки то двигать ну и по логике вот так ну само собой дальше боковые клавиши боковые клавиши зад вперед это реально здорово это то чего мне реально не хватало боковых клавиш супер бомбень теперь мы знаем что делать бог ты мой супер итак давайте посмотрим что она умеет запускаем интернет эксплорер куда мы зайдём да на фейсбук зайдём так экран почему-то мерцает я вижу к нам ломится один друг итак ага здесь мы можем ух ты ёлки палки если мы будем просто водить пальцем вот так вот под точпаду мы сможем прокручивать по горизонтально вертикально круговыми движениями супер а ну-ка попробуем развернуть его супер а ну-ка назад вперёд ух ты ж мать моя женщина да несомненно нужно ух ты ж ёлки палки тремя-то пальцами ёлки моталки а ну-ка а вот чего возможно ей таки не хватает так это скроллинг здесь есть вертикальный да я вижу я знаю но когда я нажимаю на колёсико по идее новая вкладка отворач ну-ка ссылка открывается в новой вкладке что-то я этого не наблюдаю возможно я просто ещё в этом не разобрался но у меня ещё будет время но это не столь уже важно супер так вконтакте а ну-ка давайте ещё разик свернём так вот окошко и поводим ох ты мама родная супер а ну-ка как далеко эта мышь сможет бить давайте я попробую отойти на определённое расстояние итак сейчас я примерно за несколько метров ух ты жест она также чётко понимает все расстояние итак у меня комната сравнительно небольшая сейчас я нахожусь в входной двери и также ух ты ёлки-палки вау супер мышонок реально далеко басит что самое классное также что ой что можно на презентациях не подходить к ноутбуку чтобы перевернуть на следующий слайд а достаточно просто взять мышу и собственно тыкнуть на следующий слайд такое вот устройство у нас есть так ладно закрываю торрент вот такая вот мышка с сенсорной панелью супер я доволен реально давно нужно было купить такую всем рекомендую очень легко в использовании возможно нужно будет привыкнуть первые пять минут но не более того итак спасибо за обзор с вами был я Влад Венковский спасибо что смотрели все всего доброго спасибо спасибо Продолжение следует...